Добрый день, друзья! Сегодня у нас пациент Евгений, который лечит свою грыжу уже в третий курс. Значит, видео будет посвящено, как делать диагностику, функциональную диагностику между курсами и между снимками МРТ. Дело в том, что МРТ мы же делаем раз в два месяца, раз в три месяца. Но что происходит с грыжей вот в этот промежуток? Нам надо знать, и это надо как-то фиксировать, что-то надо делать. Это, конечно, сложные все манипуляции. Вот, тесты все в основном ручные, тесты двигательные, но они существуют. И сегодня мы поговорим, а сначала ты расскажи, какая у тебя была симптоматика. Вот на самое начало, коротко очень, после первого курса, после второго, и как сейчас, когда треть идет. На самое начало, когда обратился, у меня были резкие боли, я даже не мог водить машину. Больно было сидеть, медленно ходил, отдавал в левую ногу. Вот, начал проходить процедуры, постепенно боль начала стихать. Но с каждым последующим курсом она отступает, медленно, но отступает. Так, после первого курса, боль насколько уменьшилась? Ну, симптоматика. 2% на 70. На 70, вот, это очень хороший показатель. Хотя на МРТ грыжа стала больше. Да? То есть грыжа надувается, это называется по-медицински стадия пролиферации, деления клеток. А врачи-ренигинологи что делают? Пишут, динамика отрицательная. Они увидели грыжу 12 мм, потом 15 мм, оооо, грыжа больше стала. Они не понимают сути резорции, что любой процесс, даже когда шов на руке заживает, он надувается. Правда? Конечно. Но он уже зажил, но бугорочек остается, а потом идет стадия ремодуляции, когда этот шрам разравнивается, рассасывается. Так же самое заживает и кость. Если вы сделаете рентген после перелома кости, когда она заживет, то будет костная мозоль, будет тоже бугорок, то есть тоже надувалось. А сделаете через 3-5 лет, там не будет этого бугорка, этой костной мозоли, кость будет ровная. И на данный момент какие симптомы? Практически уже нету, да? Симптомов практически нет. По своим ощущениям, у меня наклоны корпуса вправо-влево, допустим, у меня грыжа отдавала именно в левую часть. То есть у меня левый наклон был вообще свободный, без ограничения, а правый наклон меня блокировал. Блокировал. То есть сейчас уже я делаю третий курс, сейчас я делаю более глубокий наклон, то есть практически уже отпустило. Вот как раз мы сейчас эти тесты будем делать. То есть пациент говорит, что во время движения, то есть во время функции позвоночника, когда он двигается, когда суставы ходят, где-то чувствовалось дискомфорт, боли, ну он же не знает, что там, нерв зажимает, связку, да, что там может быть. То есть пациент говорит о своих симптомах. А нам надо тестами сейчас посмотреть, есть компрессия корешка, или это болит сам позвонок, или диск болит, то есть дискоз. И первый тест Лосева, он делается синим, садись вот сюда на край, лицом туда, садись на край, сюда ногу, чтобы свисали, вот. И просим поднять ногу в одну полностью, носок на себя, нет, во-первых, никогда не держаться, и назад не отклоняться, да, поднимаем ножку по 90 градусов, носок на себя, подбородок на груди, нету боли по ходу нерва, ну, растягиваются, но боли нету, другую ножку, хорошо, теперь две ноги, то есть тест отрицательный, теперь лежа на спину ложимся, то же самое делаем, сначала, нет, ножки выравниваем, носочек на себя, и одну ножку, подбородок на груди, и, значит, у кого грыжа, вот, когда он пришел на перевсеанс, тест был положительный, он так не мог бы сделать, да, помнишь? Да, сейчас делают, все, тест отрицательный. Значит, теперь мы должны проверить, как у него ведет, что он будет чувствовать, когда мы позвоночник начнем его крутить, сейчас же он лежит ровно, то есть позвонки вот так стоят, но в жизни человек поворачивается, хочет что-то поднять, да, с машины выходит, то есть вот ты так сидишь, сейчас нет, сначала ноги выкидываешь, поясница скрутилась, потом корпус, правда? И вот как раз во время сиденья идет скрутка позвонков поясничных, да, ножки сгибаем, ручки вот сюда, я фиксирую за плечо, и вот делаю скрутку, вот, видно? Таз скрутил, нету боли, да, никакой? МРТ мы сделаем через два месяца после курса, курс еще не закончился, но нам надо знать, что сейчас происходит с корешками, теперь две ножки поднимаем, да, и сгибаем вот такой большой рычаг, спокойно делаешь, да? Ну нет, ну, тянет мышцы, но без болевого сыра, мышцы тянет, ну, нервный зажимает, нет, тоже хорошо, смотрите, когда идет компрессия нерва, зажимает плечи, спрошу, да, что я должен почистить? Ну, зубной нерв когда-то болел, что? Резкая боль, прострел, да? Да, вы когда-нибудь ударялись локтевым нервом, да? Очень больно. Ударился, ток идет, и сразу мурашки, и анимела вот эта вот сторона по локтевому, где проекция локтевого нерва идет, ну, по локтю прямо, да? Так же самое и в пояснице, если мы скомпримируем нерв вот этими движениями, тестами, то человек сразу почувствует простырь. Теперь на животик ложимся, то есть мы сейчас сделаем провокацию, то есть мы этими тестами проверяем, как же там внутри глубоко то, чего мы не можем не увидеть, не пропормипировать, пальцами мы можем только определить тонус поверхностных мышц, а не глубоких. Я беру, фиксирую сначала крестец, ставлю прямо на мыс креста, ножку, и беру вот так вот, поджимаю, то есть проверяю корешки именно креста. В крестах там тоже есть такие отверстия, и проходят нервы. Нормально, да? Да, любой. Ничего нету. Одна сторона, вторая сторона. Переходи сюда быстро, чтобы было видно. Ох, расстарься, расстарься. Не надо мне помогать. Пациенты, когда начинают помогать, только сложнее. А теперь ножка-то нелегкая. То есть, вы видели по моему усилию, у меня даже локоть хрустнул. Я это делаю довольно сильно. То есть, прям вот на мыс креста я ставлю ровную руку. Если так согну, то не будет усилия грошу. И здесь все, вот я всей массой тела, хорошо я... Это компрессионный тест. Тест Паркера или Меркеля, я постоянно забываю. Не суть. Дальше смотрю, что складка Киплера. Складка Киплера еще плохо берется. Потому что идет процесс воспаления. Как раз грыжа лечится через воспаление. Это и есть метод резорции. Теперь мы фиксируем поясничные позвонки. И делаем скрутку за счет таза. Тоже нигде не кричит, да? Нет, это все. Значит, нерв довольно свободен. Дальше. Ребята, еще хочу сказать. Видео такое, конечно, корялое, кривое. Потому что это настоящий рабочий процесс. Это не модель какая-то. Это не студия на Мосфильме. Это вот реальная клиника. Вот так идет реальный процесс лечения. Если вы пойдете в какую-то больницу хирургом, там вообще все кровью заляпанно. Пуган. Страшнее. Ну, это реально жизнь. Да, Женя? Мы же не готовились. Вот, как оно и есть, да? Конечно. С первого дубля. С первого дубля. Я сейчас давлю на позвонки. Вот. Это не мануальная терапия. Это тесты. Но тесты делаются руками. Значит, тоже относятся к мануальной терапии. Она так называется. Мануальные функциональные тесты. Мы проверяем функцию суставов, функцию позвонков, функцию дисков, функцию мышц, функцию нервов. Болей нету, да? Нет. Чуть сильнее давлю. Здесь надо посетить. Сначала я легенько давлю, потому что у пациента грыжа. Если я все маски давану сюда, то, возможно, позвонки немного сдвинутся, и травмированный диск заболит. Второй раз я усилия больше, и смотрю нормально, да? Дальше тесты поколачивания. КПС. Крысово-поясничное сочленение. Именно поясничное. Сейчас проверяю. Есть повздошное, есть поясничное. Вот поясница, вот крестец идет. И сочленение между поясницей и крысом, КПС. А между повздошной костью тоже КПС. Поэтому КПС имеет два значения. Крысово-поясничное сочленение и крысово-поясничное сочленение. Мы, как правило, врачи говорим КПС, а там и пациент сам догадывается, что мы проверяли. Понятно? В принципе, пациенту тебе что? Не все равно, что? Главное, чтобы не болело, да? Вот. Мне, главное, для меня, чтобы ты сказал, где болит, да? По седалищиному, по прессе седалищиному тоже нету. Нет, все от пары, теперь чуть сильнее глубже локтем. То есть я его специально раздражаю, да? Вот. Иду по ходу и смотрю, потому что когда грыжа острая, тут дотронуться нельзя. Ради клопоте у людей ноги болят и не мерят мурашки, потому что компрессия нерва и он очень чувствительный. Нормально, да? Вот, вот. Так, а давай сравним, какая, значит, левая, да? Ну, у нас изначально левая хороша был зажар, да? Да. Сколько от 0 до 10 дискомфорт? 7. А? 7. 7. Вот. То есть, смотрите, вот теперь, когда я подделал тесты, еще парочку подделаю, то есть в норме пяточка должна ложиться до ягодицы. Ну, тут еще мальчик не спортивный, лениться чуть-чуть, но подлечим и зальнется, да? Конечно. Обещаешь? Да. Все пациенты приходят ко мне и спрашивают, в интернете спрашивают, а какую зарядку делать, чтобы грыжи не было? Я говорю, так надо заниматься, раньше было, чтобы грыжи не было. Есть такая пословица, поздно пить боржоми, когда почки сели. Вот, когда очень легко грыжа вылезла, когда ноги не имеют, когда он еле передвигается, некоторые с палочкой, какая зарядка, какой бег, какая штанга, мы сначала должны грыжу вылечить, а потом постепенненько заняться реабилитацией, правильно? Да. Иначе будет рецидив, в таких случаях вау, не зажил диск до конца, грыжевые ворота еще открыты, человек поднял, просто поднял собаку, или ребенка, или сумку тяжелую в магазине, бух, рецидив, опять пупа вылезла, опять воспаление. Так, значит, а здесь боль от 0 до 10, там 7, ну так же где-то 7-8, 7, значит, проекция седалищного нерва под ушелиткой, значит, еще чувствительно, здесь что можно порекомендовать тебе, качать ягодицы, вот как раз их можно качать и без прозава, поднимай ногу и держи, держи до боли, и как надо делать, если боль возникла на 30-м счете, надо делать 27, понял, следующий подход, потом, когда делаешь, можешь отводить, так, сюда, понял, можешь вот так вот поднять, сильно, и вот эту руку противоположную поднимай, то вперед, вперед, для равновесия, да, вот, вот так вот, чтобы работала диагональ, так полегче даже будет, правда, теперь и в эту, вот, на секунду 30 можно держать, ага, и вот качается, вот, вот, видишь, как она напряглась, вот, и большая ягодичная, и средняя, а когда будешь отводить, средняя ягодичная будет больше включаться, можно на бочок, лечь, переворачиваться на бочок, это вот то, что можно делать уже сейчас, потому что грыжа у тебя, неактивная, сюда, меняешь обуву, сюда, да, все, вот так, на диван лег, держишься, закрой диваном, делаешь, и теперь последний тест, на скрутку сидят, ну, такие обыкновенные упражнения, на пол можно лечь на спину, и как крокодил, упражнение, только не на животе, на спине, помню, садись, сейчас мы попробуем, ближе ко мне, на свече, ближе, на полотенечко, насильно, специально скрутить, поясничные позвонки, чтобы проверить, не зажимается, руки за голову, не зажимает ли корешок, во время сильной скрутки, для этого надо вот так, скрутиться, так, я беру вот так вот, ножку свою, и фиксирую его таз, то есть, для того, чтобы таз, не прокручивался, и сюда, Женя, давай худей, я же уже не молодой пацан, нормально, да? фух, аж пойди, не, не, за голову забудь, уже, Женя, Женя, тебе не хочешь, хороший человек, это нужно быть молод, да, расслабься, тоже хорошо, да, ничего, все отлично, ну вот смотрите, когда пациенту сделали, такие тесты, во-первых, и он спокойный, меня обрутили, ничего нигде не зажимает, и самое главное, мы это делали в условиях клиники, если бы что-то сейчас бы тебе зажало, то ты же знаешь, у нас есть, рисово убрать, магнеет лазер, в крайнем случае, там, укол какой-то, да, на всякий случай, блокады, если человеку, вообще все, это я говорю, для врачей сейчас информация, то есть врачи понимают, которые лечат, что, ну, на первом курсе мы такое не делаем, да, помню, это третий курс, да, на третьем курсе уже можно крутить, мы уже делали два раза МРТ, мы уже знаем динамику, мы уже хорошо давно наблюдаем пациента, мы уже знаем, как реагируют, то есть мы его выучили, и мы в этом уверены, это я для врачей говорю, но если случайно где-то что-то мы скомплимируем, то у нас в клинике есть средства, чтобы эту убрать, и пациент пошел домой, там, отлежался, как-то подлечился, правильно? Да. Но в данном случае все нормально, вставай, наклонись, покрутись сам, попробуй, вот, приседаем, пяточки желательно не отрывать, когда приседаем, мышцы, а вот так вот, все, отлично, все, ну, за рулем все равно, желательно поменьше, если есть далекие края, выходить, так хоть вокруг машины ходи, в лесопосадку вышел, прошелся, 100 метров туда, 100 обратно, размялся, поприседал, чтобы не затекало, чтобы это все работало, и все, и дома вот эти, у него есть такая сана, даже как-то, швана сана, ласточки, вот и все, все, Жек, спасибо за все, спасибо вам, человек на работу летит, он лечится, все три курса, и работа, лежит на магните, и там приказы дает, но вот так все лечится, если бы лечились, правильно? Ага-гамин, я еще заболел, фиху на работу приеду, ну конечно, он будет лежать в больничке, ему будет кашку, мне сестра в родную жизнь, все, всем пока, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, Продолжение следует...